Знаете, когда запрещенная ныне социальная сеть Инстаграм была не запрещена, был такой термин Инстаместа, где интересно приехать пофотографироваться. Сейчас все, что касается мета и всего, что туда входит, все запрещено в России, признанно ужасным террористическим, экстремистским и всяким разным, а места-то остались красивые. Теперь мы их называем эстетичные. Обзор эстетичных мест в Красноярске от Валерии Пескун. Доброе утро. Доброе утро, Лерочка. Как диплом? Ланечка. Сданно. Хорошо. Я ничего не сдам. На следующей неделе. А у нее финал уже, вот буквально-буквально. Когда защита? Какого числа? 29-го. Что профессор про нас рассказывает? Про отпуск, про диплом. Давай про него что-нибудь выясним и расскажем. У меня событий ноль в жизни. Мы найдем. Ноль. Найдем. Ты понимаешь, что? Даже минус один в некоторые месяцы бывает. Понимаешь, в чем дело? Должен остался. Да. Да. В общем, сегодня мы с вами будем смотреть эстетичные места для отдыха в Красноярске. Но, как мне кажется, не только для отдыха, но и для фотографий, потому что у нас сегодня фотоконкурс. Мне кажется, очень кстати. Начну я тогда, пожалуй, с эко-отеля под названием Лока Глэмп. В общем, есть, значит, теперь такая тема, так скажем, называется она глэмпинг. Это такое гармоничное место, где сочетается городской комфорт с лесными пространствами, так скажем. То есть человек может себя чувствовать уютно и на природе. То есть посмотрите, есть вот такие вот, точнее, есть вот такой вот геокупол. Он с панорамным видом. Это такое пространство, где можно очень классно провести время, потому что там есть все. То есть какой-то у вас дома, да, там кровати, кухня. У меня вот катушки такой нет, которая там в виде стола. Мы верим на слово, понимаешь, что там есть все. Верим на слово. Что, сразу к цене? Нет. Да, давай. Внутряк-то есть фотографии, что там есть? Нет, дело в том, что это только открылось. То есть вот локоглэмпинг, это вот новое открытие в Красноярске, находится в 15 километрах от нашего города. Ну, это еще не самое далекое. Да, ну, рядышком, что-то 15 километров. Да, это очень близко, на самом деле. Вот, они открылись совсем недавно, поэтому фотографий даже у них в соцсетях еще довольно мало. Но давайте тогда перейдем сразу же к тарифам на проживание. По будням стоит такое удовольствие 10 тысяч рублей в сутки. Так, а что, там все открыто, что ли? Там что, если галышом будешь ходить, все будут видеть тебя? Там никого нет, чтобы тебя видеть. Там видишь тайга. Медведи, медведи, рисы. А что ты боишься, что медведь кадриться начнет? Не кадриться. Ну, пускай посмотрят на тебя. Там какая-то часть, она закрыта, какая-то панорамная. Я думаю, что геокуполы, которые там есть, они просто, скорее всего, развернуты друг к другу, то есть такими частями, которые закрыты. То есть там никто не будет за тобой подглядывать. Вот. По выходным, после Ваниного анонса, там явно появятся люди, которые будут ходить и специально искать, когда Ваня пропишет к нашему. Нет, поехать туда, надеть вот этот черный халат с капюшоном. Ходить и смотреть, наблюдать. Если за мной не хотят смотреть, я за кем-нибудь наблюдать. Если вы увидите такого человека, это 100% Ваня. Ну да. В общем, по выходным стоит такая сфера, называется это вообще сфера, 12 тысяч рублей в сутки. В целом, это, мне кажется, довольно. Так, еще есть места, где можно Ване появиться в его халате? Давайте, да, дальше. Ну, еще о правде скажу, это поселок Минино, Толстого, 8. Дальше идем. Экопарк Апартель называется. Какое пространство. Это, значит, потрясающее такое место на природе в 40 километрах от Красноярска. Чуть дальше, да, но, тем не менее, не самое далекое место. Там есть и коттеджи, и номера люкс, и полулюкс, и бани, и купели, и даже... А вот это вот, извините, это микролюкс? Кому на домик не хватило, а потом микролюкс? Нет, это, скорее, просто так, для деток. Место для твоей дочери, вы в доме сидите, да? И также здесь, если вы посмотрите, тоже есть геокупол, но не для проживания, а для мероприятий, для какого-то времяпровождения. Да, беседки тоже есть. В общем, это очень клевое пространство на природе, где есть много всего. Кроме того, там можно активно провести время, то есть можно в аренду взять для рыбалки какие-то оснащения, можно взять лодку, катамаран, и, в общем, очень активно провести время. А что это за водоем-то? Находится это на седьмом километре Никольского шоссе, Емельяновский район. Что за водоем, честно говоря, не знаю, Иван. Ну, я тоже вот смотрю, интересно. Дальше. Так, идем далее. Далее тоже совсем недавно открылось место, называется Шалаш энд Форест. Это такой вот треугольный домик, стильный Афрейм домик еще называется в Красноярске. Он рассчитан на шестерых человек. В самом домике, конечно же, все тоже уютно и красиво, можно сделать очень стильные фотографии, потому что там есть и русская баня, и терраса, там есть и купель, а рядом с пространством возле дома можно пожарить барбекю даже. То есть там вот все это включено в стоимость. Можно также домик арендовать на несколько часов, например, для фотосессии, как мы любим, вот, на три тысячи рублей. Ну, и вообще, по выходным на двоих это стоит 15 тысяч рублей, на шестерых... Нет, подождите, на двоих 15 тысяч рублей, на шестерых 18 тысяч рублей это стоит. Вот, это находится недалеко, в микрорайоне Удачный, улица Лесная, 72 Гэп. Вот такой вот потрясающий вид. Мне кажется, там можно сделать очень классные фотографии. Экстетично подходит под нашу номинацию. Далее идем. Для тех, кто собирается на Алтай этим летом, нашла для вас вот такую вот потрясающую базу отдыха. называется Купольный отель Вдох. Ребенок как будто в мангале торчит в углу фотографии. Катя, ну что такое? Произвольные впечатления очень порядочные, умные девушки. Детей в мангал усадишь. Ну, посмотри. Давай, Лерочка. Смотрите, уникальная природа Алтая. Безумно красивый вид. Нет. Чистый воздух горный. В общем, все для вашего отдыха. Единственное, что, конечно, это находится очень далеко. Я посмотрела, мне показали, что ехать туда 16 часов. Но зато посмотрите, какие виды. Так а что виды? Там, наверное, пятнашка стоит в сутки. Смотри, я тебе сейчас все расскажу. Там есть 8 купольных номеров. Вот вы их сейчас видите. То же самое, что мы смотрели и в Красноярске есть. И также там есть нео-юрты. О, вот так вот выглядит. Вот, смотрите, и что? Как раздеться-то лечь? А извините... Спи в пижаме. Там, ну, как? Ну, и тоже нормально. Что нормально? Может, это определенное удовольствие какое-то? Не знаю. Мне кажется, там собираются определенные люди, которые любят, когда на них смотрят. Вы. Как они называются? Вуайеристы. Ну, да. Нет, эксгибиционисты, которые показывают, а вуайеристы, которые смотрят. Ну, да. Ну, вот, которые смотрят. Которые показывают, это плохие. Ну, смотри, Ваня, вот, например, геокупол стоит 13 тысяч рублей в сутки. На двоих. В будний день. Нет, это не уточняется. Ну, я тебе говорю. Ну, потому что там, потому что там на сайте можно бронировать все заранее. И, вообще-то, там уже все расписано почти что-то. То есть осталось буквально пару датчиков. Круто. Мне нравится вот это вот. Мы вам рассказываем об этом геокуполе. И мест, в которые до конца сентября уже есть. Ну, есть мест. Просто знайте, что в Алтайе есть такое место. Есть, Иван, еще места. Я же говорю, успевайте бронировать. Хорошо. При том, ну, посмотри. А, вот это, кстати, нео-юрта называется. Тоже такая очень стильная. Мне кажется, с нео-другой. Короче, надо этим летом съездить в подобное сооружение. Посмотреть, как там чувствуют себя соседи. Насколько раскованно. Не забудь халат с капюшоном. И действительно ли можно уютно чувствовать себя самому, да, вот в таком месте, в таком сооружении, где пол дома просто открыто для взгляда. И еще что-нибудь. Ну, давайте еще последнее место в Красноярске, которое называется... Ну, шашлычка на турбазе, нет? Там тоже можно побыть вуэйристом. Называется это место A Frame Soul. Или, по-другому говоря, домик душа. Может быть, вы уже про него тоже слышали. Он находится в поселке Манский. Это улица Гармония, 154. Что, мне кажется, рассказывает вообще все само за себя. Это невероятно эстетичный домик. Он тоже треугольной формы. И он находится посреди леса, что добавляет тоже загадочности. Там можно тоже сделать вот такие вот красивые свадебные фотографии, потому что домик можно арендовать для фотосессий. Можно просто туда приехать и уютно провести время с семьей, потому что туда, мне кажется, самое место ехать с семьей. Туда можно только вчетвером приехать. Это максимум количества человек. По ценам давайте. 15 тысяч рублей в сутки, если вас один-два человека. 18 тысяч рублей в сутки, если вас три-четыре человека. Туда и не надо большим количеством. Хорошо, что там только четверо. Это такое уединение. Это остаться наедине с собой, с семьей, с близким человеком. Сообразить на две пары? Ну, это дети, наверное, имеются в виду, если четверо. А так я бы советовала вдвоем все-таки туда съездить душевно. Там еще есть купель. Там еще есть купель потрясающая, которую тоже можно взять в аренду. Она стоит 4 тысячи рублей. И вообще-то, кстати, Катя права, потому что сейчас все вот новые такие открытия в Красноярске, в том числе душа, они пишут, что мы за экотуризм. То есть мы против каких-то шумных компаний, мы против того, чтобы вы как-то царили в лесу, там еще что-то. Это очень классный бренд. Все осознанно, все с пониманием, с мыслями и с ощущением природы. Как отдыхает Татьяна Ушакова последний месяц. Ну и самый главный бонус, мне кажется, состоит в том, что мы сейчас в нашей группе ВКонтакте разыгрываем проживание в этом домике, потому что у нас в группе ВКонтакте что? 30 тысяч подписчиков. Так, а вот это место? Да, самое красивое, видишь, из всех. Специально для наших подписчиков. А, ну теперь все понятно, точно, смотрите, вот теперь можно сравнить эту фотографию, да, с теми фотографиями, которые показала Лера. Да, уютно и душевно. Мы подведем итоги. 30 июня уже у каждого из вас есть возможность там оказаться. Кого выберет система, нам неизвестно, но это обязательно... Ну это будет счастливчик. Да, подписчик нашей группы, у которого на странице будет закреплен вот этот пост. Хотя бы временно до завершения розыгрыша. Лера, это все? Иван, это все. Доклад? Ну подборка же классная, скажи. Какие красивые места есть в Красноярске? Фотографии можно сделать крутые и отдохнуть. Да, я захотелось ездить на базу и... И походить в халате, мы помним. Поподглядывать, поподглядывать за остальными. Это очень интересно. Это новый тренд, действительно. Мы желаем вам хорошего отдыха, куда бы вы ни отправились. И самое главное, чтобы никто там мимо вас не ходил в халате с капюшоном.